Здравствуйте! С вами «Цифры». 12 апреля 1961 года человек, благодаря советским инженерам и учёным, совершил первый в истории космический полёт вокруг Земли. Модификация ракеты-носителя «Гагарина» называлась «Восток». Первые две её ступени были изготовлены Куйбышевским авиационным заводом номер 1, ныне РКЦ «Прогресс». После этого события волжское производство стало известно не только на территории СССР, но и за рубежом. «Восход», «Восток», «Молния», «Союз» — это целое семейство ракеты-носителей, созданных на базе межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, которая была разработана нашим «Прогрессом». Сейчас одна из модификаций ракеты, а именно «Союз», возвышается над нашим городом в виде памятника. Музейно-выставочный центр «Самара Космическая» — один из самых юных музеев в Самаре. Его официальное открытие состоялось 12 апреля 2001 года, в год 45-летия Самарского космического машиностроения. Уже в первый год работы музей вошел в число победителей областного конкурса «Туристический бренд Самарской области». Стал неотъемлемой частью городских областных экскурсионных маршрутов. Фасад здания музея украшает подлинная ракета «Союз». Это единственная в Европе вертикально установленная ракета-носитель в собранном виде. Само здание музея служит постаментом для ракеты-носителя. Общая высота здания достигает 68 метров. Вес космического корабля без части оборудования около 20 тонн, а конструкция, на которой удерживается, весит больше 50 тонн. Экспозиция музея разделена на две части. На первом этаже находятся модели космических кораблей и различные приборы, а также интерактивные экспонаты, наглядно демонстрирующие принцип работы выставленной техники. Можно посмотреть на космический скамфандр, настоящий жидкостно-реактивный двигатель НК-33 для ракет, космические спутники серии «Ресурс-Ф1» и «Ресурс-Ф2» для фотонаблюдения и «Янтарь-2К» — спутник оптической разведки. Музей Самары Космическое — современный музей. Это относится и к организации экскурсий, и к дизайнерским решениям в оформлении, и к его экспозициям. Например, проект «Спайсбук. Карманный космос» расскажет о том, как мы используем космические технологии в повседневной жизни, о работе сотовой связи и сети интернет, о том, как предсказывают погоду, как работают навигационные системы и как мы можем исследовать Землю и дальний космос. Другой проект, посвященный быту человека в космосе, тому, как живут космонавты на орбитальной станции. Примечательно, что информация транслируется на экранах в виде комиксов и будет интересна прежде всего юным зрителям. Вторая половина XX века была овеяна романтикой космоса. Популярностью пользовалась научная фантастика. Авторитет точных наук был необычайно высок. Дух времени отчетливо проявляется в одном из музейных экспонатов Самары Космической. На стенде, посвященном полету Юрия Гагарина, есть газета с портретом летчика. Особенность в том, что художник не видел ни одной фотографии Гагарина. Портрет представляет собой обобщенное романтизированное представление советского человека о покорителе космоса. Исследование космоса – это не мода, а насущная интеллектуальная, экономическая и социальная потребность человечества. И скоро мы станем свидетелями нового витка интереса к космическим исследованиям и героям космической эры. С вами была Анна Куропаткина и программа «Цифры». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова